Тетнюр записал недавно ролик, в котором показал все уровни управления в стране, местный, региональный, федеральный, высший уровень управления в стране, потом надстрановой и глобальный. А потом показал, как формируются кланы по горизонтам планирования. И, в общем-то, на этом ограничился. Так вот, люди меня забросали вопросами, дать большую расширенную лекцию, рассказать о том, как устроена власть, и как это позволяет инструментально на лету определять, какие процессы происходят, кто во что играет, кто такой Путин, и, собственно говоря, как к нему относиться. Я долго думал, какие картинки рисовать и какую лекцию писать, а потом подумал, а почему бы не спросить вас, как опера? Вот как рассуждаете вы, когда делаете аналитический расклад? Дима, тут вопрос только в том, какой образ самый эффективный. Я думаю, ничего рисовать не надо. Людям достаточно знать, что есть местное управление, есть федеральное управление, есть высшее управление, есть надстрановые органы управления, есть глобальная власть. Там ты все правильно сказал. Есть корпорации и группировки, которые кормятся с самого низа до самого верха, и, соответственно, имеют свои стратегические, это значит, нематериальные цели. Но об этом надо как-нибудь поговорить потом. Предложи людям пример, который им будет понятен. Ну, например, Россия – это акционерное общество, в котором Путин был назначен генеральным директором. У этого акционерного общества есть акционеры, которые получают дивиденды от всех ресурсов и от всех налогов, которые собираются на этом предприятии. За время своего директорства Путин сумел стать одним из ключевых акционеров. И вот сейчас идет драка с уходящими акционерами, которые хотят его сместить. Но не могут, потому что контрольный пакет акций находится сейчас не у них. Путин находится на трех этажах управления – федеральный или высший, надстрановой и глобальный, потому что у него есть представление о том, как развивать Россию. И это представление не совпадает с представлениями бывших акционеров. То, что он вынужден был принять ультиматум бывших акционеров и поддержать на словах пенсионную реформу, означает всего лишь то, что он маневрирует. И этого пока достаточно. Пусть каждый думает. У каждого, даже если он никогда не работал в акционерном обществе, достаточно примеров из жизни, чтобы самому разобраться, какие процессы происходят в России сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok